МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жанна и Максим готовятся к патриотизму. Жанна читает стихотворение советского поэта-фронтовика Эдуарда Осадова. День победы, и в огнях салюта будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Ребята-волонтеры Сызранского добровольческого движения культурной молодежи «Новое поколение». Сегодня движение объединяет более сотни сызранских подростков. Придумал и организовал «Новое поколение» Денис Гараев в 2017 году. Добровольческое движение помогает молодежи реализовать себя, получить новые навыки, развить способности и активную гражданскую позицию. Образована она была с целью обратить внимание на подрастающее поколение нашего города, на молодежь нашего города, приобщить их к активной деятельности, к творческому развитию и так далее. На сегодняшний день нами реализовываются шесть направлений деятельности. Это культурная, адресная помощь, экология, патриотическая, спортивная и медиакультура. Мы активно принимаем участие в различных конкурсах. Неоднократно наши ребята были награждены различными премиями, заслуженными. То есть развитие вот такое творческое, креативное. Пытаемся научиться видеть по-другому, мыслить по-другому и развиваться. Конечно, это через конкурсную деятельность, потому что благодаря ей можно понять результат нашего движения вперед. Двигаемся или мы как бы стоим на месте. Светлана в добровольческом движении с первых дней его образования. Девушка принимает участие во всех акциях и мероприятиях. Ей нравится то, что можно попробовать свои силы в разных направлениях деятельности движения. У нас разные подразделения есть. У нас все связаны с животными, с городскими праздниками. То есть мы много вообще, где участвуем, у нас уборки и просто помощи пожилым людям. Максим стал добровольцем полтора года назад. Юноше нравится фотографировать и снимать видео. В движении «Новое поколение» Максим занимается любимым делом. Я пришел один раз на тренировку по настольному теннису к Денису Панычу. Я спросил, можно вступить в ваши ряды добровольцев. Он сказал с радостью. Вот так я и пришел туда. С момента образования движения добровольцы организовали и провели более сотни акций. Принимали участие в городских и областных мероприятиях. Некоторые акции волонтеры придумывали сами. Это была моя первая акция, которую я сама придумала. Это акция о Пушкине. То есть я запустила челлендж в интернет. И каждый мог поучаствовать в ней. То есть рассказать кусочек из любого стиха Пушкина. У меня было много участников, более ста человек. И сейчас девушки рисуют плакаты конкурсу «Томатные истории», который пройдет в рамках традиционного городского праздника «Сызранский помидор». В другой аудитории идет репетиция кукольного театра. Ребята готовят благотворительный спектакль для маленьких сызранцев. Все, кто пришел в добровольческое движение и в нем остался, сделали это осознанно. Молодые люди помогают своему городу и делают жизнь в нем лучше. Я всегда хотела помогать людям, животным. Я всегда хотела стать волонтером. И я искала в нашем городе, получается, такое движение, в котором я могу себя реализовать и быть полезной обществу. Я поняла, что такое быть добрым человеком, что означает помогать людям, что вежливость, такие черты. Но они как бы были, но стали развиваться еще больше. Добровольцы движения «Новое поколение» оказывают адресную помощь многодетным семьям и пожилым людям. Также ребята заботятся о бездомных животных, благоустраивают городские территории. Волонтеры часто слышат слова благодарности в свой адрес от жителей города. Очень часто такие ситуации происходят, особенно это если в направлении экологии, когда группа ребят быстренько собрались, пришли на какой-то участок навести порядок. И мимо проходящие люди, жители нашего города говорят, «Ой, какие молодцы, спасибо вам, что вы у нас есть, и вы как-то помогаете, защищаете наш природ». Таких ситуаций очень много, конечно, очень приятно. Мы не можем сейчас остановиться, мы должны двигаться только вперед. В номинации «Наследники Победы» в областной общественной акции «Народное признание» участвовал Денис Гараев. Денис – это, несомненно, лидер, который ведет за собой молодежь активную, учит, он выступает как наставник для них. Его сфера деятельности – это ведущий, ведущий мероприятий массовых. И вообще он возглавляет Дом культуростроитель в нашем городе. То есть такая вот существенная поддержка культурным организациям – это вот наши добровольцы «Новое поколение». Денис очень добрый, отзывчивый человек на все наши просьбы. Он откликается, откликаются все его ребята, помогают на всех наших мероприятиях. Денис не только хороший руководитель, но он хороший друг. Денис относится к своим ребятам не как к своим подчиненным, подопечным, но и как к детям. Он очень чуткий, он их очень любит. И, наверное, поэтому у них такая тесная связь, что ребята беспрекословно идут за ним и выполняют все задания, поручения. Ну и вообще постоянно с ним поддерживают его и всегда рядом. Ребята помогают не только в организации масштабных мероприятиях нашего учреждения, но и во всех городских мероприятиях. Ребята своим новым взглядом привносят в наши мероприятия что-то современное, креативное, молодежное. И мы хотим пожелать им только новых побед, продвижения и идти только вперед. Вот и сегодня добровольцы собирают подписи горожан за присвоение Сызрани звания «Город трудовой доблести». Инициативу общественных организаций поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И судя по реакции горожан на предложение активистов, подвиг народа-тружеников в годы Великой Отечественной войны будет оценен по достоинству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова